Двигаться по дорогам судьбы гораздо лучше на своей любимой машине. Михаил, а вы какие автомобили предпочитаете? Я предпочитаю автомобили хорошие. На самом деле машина это всего-навсего машина. Знаете, я считаю, что даже лошадь гораздо лучше, потому что с ней можно поговорить. У вас несколько машин. Ну, скажем так, у меня лично две машины. Одна машина, которой я пользуюсь сам. Вторая машина, которая называется служебный автомобиль, на котором я езжу с водителем. Довелось Михаилу Захаровичу и самому поработать водителем такси. Правда, вопреки слухам, только в видеоклипе. Покажите свою любимую ласточку, ту машину, на которой с вами ездите. Это прям вот не моя любимая ласточка. Я не дрожу от этого. Я сейчас вам его с удовольствием покажу. У вас была машина этой же марки, но другой модели. У нас, к сожалению, в нашем городе совершенно негде ездить. Но эта машина не такая, я скажу, бескомпромиссная, но более комфортная. Она сделана для, как бы, для владельца больше. Здесь вполне, вполне, очень легко с любой длины ногами. Проверю. Вот видите, вам даже свободно совершенно, да? Мне-то свободно. А не тесно ли здесь лошадям? А сколько здесь лошадок? 400 с чем-то. Я точно не помню. 420, что ли. Можно под капот заглянуть? Капот как открыть мне? Вы никогда не открывали капот? Для этого есть специальные люди, которые это делают. Сотрудники ГАИ, что ли? А мне, свои. Здесь и прячется 400 лошадей. Ну да, вот весь рабочий объем 4,8. Если на дороге заглохла машина, сами можете ее починить? Вообще реально ли увидеть Михаила Шапутинского, который крутит гайки? Реально, потому что я могу, например, открутить гайки, снять колесо и поставить запаску, если это случилось в дороге. И больше некому этого сделать. Багажник певец тоже, видимо, не открывал. И то, что там лежит, стало для него сюрпризом. И здесь ваши диски. Да, мы их раздаем гаишникам. Ну, иногда спрашивают автографы, что-то еще. Сотрудниками ГАИ быстро общий язык находится? Знаете, у меня не возникает проблем. Первое я не нарушаю, а второе я все знаю. Вы часто в Америке бываете? А как там люди себя на дороге ведут? Люди себя ведут по-разному, но в основном, конечно, гораздо вежливее, чем здесь. Потому что там не нарушать правила и уступить кому-то дорогу, это считается, в общем, привилегией. Это считается особым, это считается хорошим тоном. А вы вежливые водители? С годами человек приходит к мысли о том, что риск неоправданный, он ни к чему. Если от этого зависит чье-то благополучие, чья-то жизнь, чье-то здоровье, то тогда можно рисковать. А просто так нет никакого смысла. Этот азарт мне уже давно не знаком. Теперь шансонье позволяет себе полихачить только в песнях. Лечу по проселкам и шоссе, порою по встречной полосе в отеку, дальше как... На сегодня все. Мы благодарим автосалон Хюндай Квиста Мэтищик за помощь в организации и проведении съемок. И включайте первую передачу в следующее воскресенье. Мы вновь будем говорить о том, как вести себя на дорогах. И будем учиться отстаивать свои права. Пока. До встречи.